Я прошу прощения у Максима, у первого спикера, но мы будем начинать. Уважаемые коллеги, последняя сессия, которая будет сегодня общей, она как раз финализирует вот эту часть, взгляд на то, что происходит с компаниями и с людьми в компании. Вот у нас только что было два спикера, которые старались говорить, Сергей, можно я продолжу, людей, которые говорили про это и извне, и изнутри в первую очередь, как изнутри они, как управляющие, видят проблематику компаний. Вот сейчас попросили некоторых известных российских консультантов, людей, работающих с организациями, сказать, как они видят, что происходит с современными компаниями. Какие они видят тренды, какие они видят проблемы. И, собственно, у нас в этой сессии тоже три выступающих. И первый из них Максим Асовский, человек, который передает в школе культурной политики, в американской школе дизайна, и вообще много работает с российскими компаниями, как раз обсуждая с ними модели управления, схемы управления. Максим Асовский. Спасибо. Друзья, я как человек, привыкший к преподавательской деятельности и к слушанию, вполне так должен спокойно относиться к пустым глазам, к людям, уткнувшимся в гаджеты и отсутствию вообще людей в аудитории. Поэтому, в общем, для меня это все достаточно привычно. Я это крайне ненавижу. Поэтому, на самом деле, когда я готовлю какие-то коллективные сессии, у меня вообще совершенно другая рассадка в зале. То есть я совершенно четко по Выгодскому знаю, что текст, который транслируется в зал, на 70% не передается. Говорить его не имеет смысла при этом. Поэтому лучше всего по Выгодскому усваивается тот материал, который людьми создается в группах. И, конечно, у меня всегда требование к залу, это когда стоят круглые столы, люди сидят по 6 человек вокруг круглых столов, и одновременно они что-то рисуют друг другу. То есть они занимаются схематизацией какой-то, то есть рисуют то, что они слышат, рисуют то, что их в данный момент волнует, то есть своя организация, рисуют будущее и так далее. И, в принципе, я надеюсь, что в следующий раз ПИР пройдет в этом формате, потому что хотя бы Хабермас так делает, когда читает лекции. Потому что, мне кажется, это самый удобный способ познакомиться друг с другом, посмотреть друг другу в глаза, а не в глаза лектору. Ну и вообще читать какие-то лекции не имеет смысла в 21 веке. Вот так вот мы проводим образовательный наш кэмп, называется Эду Кэмп. Мы его проводим каждый год. Я его организую уже в третий раз. Это проходит в Бекасово у нас. Я этим боком отношусь к образованию и развитию. Меня интересует вот в этом формате и на этой конференции то, как школьные учителя, которых собирается на Educational Camp, порядка 150-200 человек, оценивают сейчас школьное образование, как они относятся к школьному образованию. Я приглашаю вас всех приехать с 14 по 17 число в октябре в этом году поучаствовать на Educamp, посмотреть, как это все проходит, поделиться своими технологиями, посмотреть, какие технологии можно взять из школы. Меня тоже это интересует всегда. И какие технологии новые, значит, тренерские, можно принести в школу. У нас, по сути дела, вот, ну, приезжал к нам Шалва, мы нашли, или Ричард Соколов, Дмитрий Морозов, Татьяну Ковалеву мы приглашали выступать, Анатолий Гин был. В 2010 году мы там проводили форсайт Метавера очень известный. То есть я вот в проектной группе Метавер принимал участие. Сейчас этот форсайт лег в основу форсайт-агентства стратегических инициатив по образованию. И одна из самых интересных штук, которые мы вот делали на базе этого форсайта, это атлас новых профессий. Но это как бы имеет отношение и к образованию, поскольку задает новую перспективу для образования и к бизнесу, потому что бизнес, по сути дела, в этом атласе новых профессий тоже видит свое будущее. Сам я преподаю в Британской школе дизайна, в Российской Академии Госслужбы, и веду там как раз курс введения в СМД подход, о котором вчера рассказывал и Александр Попов. И Татьяна Ковалева, 8 лет я участвую в семейных играх деловой сети Школы культурной политики и летней школы по методологии. Вот я считаю, что принадлежу как марк к шестому поколению деятелей отечественной интеллектуальной традиции, который, как видно на этом слайде, без малого 150 лет. То есть у нас есть корни, мы этими корнями сильно гордимся. Ну, собственно, такой способ презентации школы я не думаю, что совершенно уникален. И, например, у математиков есть сайт, где они могут проследить, кто чей ученик, вплоть буквально до ледницы. Я с восхищением и надеждой думаю о том, что когда собирается некий круг участников, ну, я думаю, там больше 40 человек, больше 100 человек, то всегда есть шанс ощутить себя в русле большой, существующей несколько сотен лет интеллектуальной традиции и, может быть, оставить свой след в истории, как оставил Круглогорского или как Кругщедровицкого. Значит, возможно, одним из тех, кто первый выделил различия в развитии, был испанский богослов Раймонд Лулей. Он родился и умер на Майорке. Я этого не знал, когда мы там в этом году были, но там есть пещера, где он размышлял о судьбах мира, о Боге. И, в общем, он нарисовал, но это уже поздняя такая реконструкция, его картины из книги Арс Магна. Значит, здесь видно, как интеллект, по сути дела, человеческая мудрость, по его мнению, как она восходит по лестнице творения, восхождения. И вот на первой ее ступени человек – это камень, на следующий – это огонь, затем дерево, затем интеллект человека, как знаки зодиака, затем он как ангел, затем как бог, и, наконец, он входит в храм мудрости. И вот такая, по сути дела, идеализация или абстракция Раймонда Лулей, на мой взгляд, положила традицию обучения и развития вообще в европейской классической мысли. Это 1305 год. Сейчас я сразу перейду в 20-й век, к исследованиям американского специалиста по организационной психологии. Ренсенс Ликерт такой, в 1950 году он выделил 4 стиля отношений руководителей и подчиненных. Первый стиль, ну, мы уже перешли к эволюции организации, потому что Марк меня попросил в своем письме сделать доклад на тему эволюции организации, а я, в свою очередь, значит, к нему обратился с письмом, что я бы хотел сделать доклад, как топ-менеджерам поменьше тратить времени на управление. Ну, собственно, я и буду рассказывать об эволюции организации, потому что мы должны представлять, собственно, с чего организации начинаются и чем они заканчиваются. Во всяком случае, по мнению теоретиков управления. Значит, он выделил 4 стиля. Первый стиль — эксплуататорский, то есть он такой авторитарный, отношения в организации раб-хозяин. Следующая модель — это патерналистский стиль. Ну, две модели, я бы сказал, патерналистского стиля. Первая такая опекунская, то есть такое удовлетворение потребностей в безопасности сотрудников. То есть такое, как бы, крышевание, такой рэкет со стороны организации. А с другой, значит, другой стиль — это поддерживающий. То есть такая, значит, это удовлетворяется потребность в статусе и признании. Ну и, в общем, такой четвертый стиль, который он, ну, больше 60 лет уже назад выделял — это коллегиальный стиль, и в нем реализуется потребность сотрудников самореализации, он считал. В 86-м году британский организационный консультант Гарет Морган в книге «Изображение организации» пишет, что есть много разных способов посмотреть на организации и понять, что в них происходит. Я даже сделал вот такой слайд-картинку, да, что нужны разные очки на то, чтобы увидеть, что происходит в организации. В первую очередь он исследует метафоры, которыми пользовались теоретики управления при описании организации и при создании организационных теорий. первая метафора организации — это механизм. Механизм, который должен, значит, работать как часы, все колесики из людей должны быть на месте, все нужно только смазать, расставлять на нужные места, он должен работать вечно. Ну и, по сути дела, вот там есть несколько фамилий, я добавил от себя туда Елену Федоровну Размирович и Алексея Капитоновича Гастева, которые тоже были сторонники механистической такой точки зрения. Более того, Елена Размирович говорила, что в будущем вообще отпадут функции управления. То есть организации будут настолько детерминированы машинами, ну то есть, грубо говоря, например, CRM и ERP-системами, или, например, конвейерами, что управлять такими организациями не нужно, потому что человек будет вынужден подчиняться, поскольку машина-то не спит, она задает необходимость определенных действий в организации. Другая точка зрения, и автором ее тоже, значит, Морган это упускает, был Александр Богданов-Малиновский, потрясающая личность, автор науки, всеобщей организационной науки, которую он назвал «Технология». Он считал, что организации, вообще социальные организмы, это организмы. И система эта постоянно растет, развивается, адаптируется к окружающей среде. Следующая точка зрения появилась чуть-чуть позднее, это такой был антропомортный взгляд на организацию, потому что организация это вот аналог человека. Вот есть мозг, значит, есть сигналы от этого мозга органам, люди работают, потому что мозг подает им сигналы, мозг обеспечивает распределение питания, ну то есть мотивацию, собирает перцепцию из органов, то есть что мы там чувствуем, какие опасности там, пусть нам об этом расскажет служба безопасности, что там чувствуют продажники, мы сейчас соберем все сигналы и примем решение. Это, по сути дела, начинал такую трактовку организации «Норберт Виннер», ее поддержал Стефан Бир, и я писал об этом недавно на Фейсбуке, и я потом еще скажу о мозге отдельно. То есть, собственно, как мы относимся к организации, это будет идеологическим наполнением тех схем, которые у нас есть в голове. То есть, по сути дела, если мы относимся как к механизму, мы строим механизм, если мы относимся как к растущему организму, ну, естественно, нам не надо вот накрепко закручивать эти винты, которыми мы строим организацию. Если относимся как к человеку, то есть у нас в голове антропоморфная картина, то, ну, понятно, значит, мозгу все, органам питания все как бы по делу. Значит, есть еще представление о том, что организация — это команда, племя. Значит, у нас есть общие ценности мифа и герои. Это, ну, так, достаточно поздняя точка зрения. Организация — это политическая система. То есть, есть стратегии, мы вот как страна, мы тут ведем переговоры с этими организациями, у нас есть геополитические интересы, мы пытаемся, значит, торговать. Ну, такая очень должна быть интересная, красивая геополитическая теория. Следующая точка зрения, что организация — это тюрьма. То есть, это психическая тюрьма, место, где подавляется все человеческое. И организация как инструмент господства, инструмент олигархии, то есть, это такой организм, который паразитически стремится захватить всю землю. Значит, что по поводу Стефорда Бира. Стефорд Бир, пользуясь вот своей этой теорией кибернетической, он был сторонником и учеником во втором поколении Норберта Виннера. Он смоделировал систему управления, ну, так скажем, на очень большую организацию. То есть, его пригласили в 70-е годы консультировать правительство Чили. И он на основе кибернетической системы выстроил механизм антропоморфный такой, что мозг в правительстве, органы у граждан. Они попробовали выдавать даже прототипы таких устройств людям. Они назывались измерители уровня счастья. Значит, человек, в зависимости от того, счастлив он или нет, он передвигал тумблер, и таким образом правительство должно было оценивать, насколько оно удовлетворяет, собственно, интересам населения. Он развивался в такой социалистической, как бы, парадигме, был марксистом в этом смысле, и считал, что социализм – это хорошая система, а интернет, ну, такой прототип интернета, ему был нужен для того, чтобы собирать данные с предприятий промышленных и справедливо распределять те ресурсы и заработанные средства, которые в Чили в то время зарабатывали медиодобывающие компании. Закончилось, ну, на самом деле, все это плохо, ну, по тем причинам, что медиодобывающие предприятия были национализированы, Соединенные Штаты в ответ на национализацию ввели санкции, правительство смогло выдержать в кризисе очень недолго, что Пиночет Альенда, президент Чили, застрелился из автомата Калашникова и в то время, когда Пиночет организовал военный переворот в стране. Собственно, я бы здесь сакцентировал внимание на том, что наполнение схемы организационной, которая была положена внутрь процесса управления, было наполнено вот таким представлением антроповорфным и марксистской идеологией. Штефорд Бир не пострадал в перевороте, он дожил где-то до конца XX века, и, на самом деле, в основу кибернетики он положил достаточно много научных дисциплин. То есть вот посмотрите, здесь есть и социология, и психология. Он говорил, что нужно строить такую науку об управлении, которая бы позволила создавать самообучающие организации. То есть не только вот эти вот организации, которые были бы машинами, или которые были бы похожи на организмы растущие, а еще и те организации, которые могли бы воспроизводить сами себя. У него была такая цель, и вот сама наука кибернетика имеет этот корень кибер, который родственный со словом губернатор. То есть на самом деле кибернетика – это наука об управлении, она не о компьютерах. Гарри Морган, следующий наш герой, которого мы привлекаем в эту трансляцию, нарисовал следующие модели организации. Это 1986 год. Первая модель – это классическая бюрократия. Первое лицо управляет с помощью различных правил положения и должностных инструкций. Все работает как машина, работает эффективно при условии, если ничего не меняется. Вторая модель – это верхние бюрократические модели, нижние будут более приспособлены к современным условиям. Вторая модель работает достаточно хорошо для борьбы с умеренным количеством изменений. Это как раз та модель, когда есть лидер, и у него в подчинении три вменяемых лидера, у которых в подчинении команды. Следующая модель похожа на две предыдущих. То есть, когда создаются такие протокоманды небольшие, он их называет псевдокоманды. А вот уже модель четвертая, пятая, шестая – это гибрид классической бюрократической формы и командной работы. помимо функционала, сотрудники предприятия работают в стримах, то есть в отдельных проектах. Следующая модель более похожа на сетевую. Влияние функциональных отделов здесь сведено к минимуму. Люди назначаются для работы над конкретными проектами. И шестая модель – это сеть субподрядных организаций на аутсорсинге, где команда в центре направляет всю деятельность предприятия. Собственные представления о том, какие бывают организации, есть в теории уровней развития биопсихосоциальных систем. Кто слышал о Клэр Грейвс? Достаточно много людей, поэтому очень приятно. Это американский психолог первую статью на эту тему опубликовал в 1966 году. Значит, его ученики Крис Коу и Дон Бек на ее базе развили теорию спиральной динамики. И дали собственную классификацию человеческих коллективов. То есть, вот есть там бежевый цвет, условия жизни, естественная среда обитания. Действие у человека подобно другим животным. Помните, это вот такой уровень, который у Раймонда Лулия, там от камня до животного, вот он такой понятен и в то время был. Значит, следующий уровень, он такой мистический, фиолетовый, таинственный и страшный мир, наполненный духами и пронизанный волшебством. Это вот можно, наверное, из своего детства что-то вспомнить. Такой вот был наверняка у каждого период, когда к миру можно было так относиться. Ну а следующий, вот уже красный уровень, это, в общем, мы когда с Алексеем Каптеревым, мы иногда собираемся, у нас семинар есть. Значит, и мы подробно достаточно разбирали все эти уровни. И понятно, что вот в нашей сегодняшней жизни есть красная организация. То есть, это те организации, которые считают, что вокруг жестокий и опасный мир, в котором каждый из себя надо бороться за выживание и удовлетворение потребностей, невзирая на желания других. Следующий уровень у нас после красного-синий. Это такие бюрократические организации, типа Почта России, вот мне кажется, даже цвет вам соответствует. Да, ну может быть, не знаю. Значит, высшая власть, ну абсолютно забюрокраченные такие, высшая власть регламентирует всякое поведение, поведение человека в таких организациях, подчиняться высшей власти, сохранить верность. Следующий уровень оранжевый. То есть, это вот такие зачатки предпринимательских отношений, или, может быть, ну вот прям расцвет торговли, потому что мир полон эффектных альтернатив и возможностей. И нужно, в общем, только собирать преимущества для достижения успеха. Следующий уровень желтый. Зеленый. Значит, гуманизм, равноправие, всеобщая коллективная взаимная поддержка и забота. Следующий уровень желтый. Мир, это естественный и органичный хаос. И мы, в общем, в нем пытаемся действовать с учетом интересов всех других и гибко адаптироваться. После этого бирюзовый. Внимание, глобальные динамики и действия на макроуровне. И коралловый. То, что нам предлагает Георгий Афанасьев. Глобальное развитие цивилизации. Да. А что идет тут сверху вниз? Должен и вверх родить, и с левого, и правый угол вверх. Ну, так теоретически. Ну, так собрали. Я в следующий раз переделаю обязательно, да. Значит, вот Донбек, он на самом деле показывает эту классификацию еще вот таким образом. Говорит, что, ну вот, во всяком случае, уровни эти не присутствуют в мире одновременно. Развиваются как культуры. Вот сначала были одни уровни. Вот потом преобладал красный уровень. Потом вот появляется синего немножко. И вот мы где-то там должны находиться, когда у нас много организаций оранжевого уровня. Есть немножко синих, немножко красных. Уже появляются зеленые, желтые там и так далее. Вот мы где-то в таком мире дальше, ближе к правому краю, уже должны начинать жить. Значит, на эту же тему американский системолог, профессор Гарвардского университета в 97-м году опубликовал работу «Увеличение сложности от человеческих существ в человеческой цивилизации». В ней он пишет, что эволюционные изменения в архитектуре самоорганизации человеческих коллективов следуют за усложнением мира вокруг. «Увеличение глубины разделения труда, необходимость самоупорядочения осознанного поведения на порядок увеличивает сложные взаимные стратегии внутри группы». Ну, по сути дела, Енир Барьян приводит свою версию исторического развития организаций. Вот он платит ее на человеческий таймлайн, то есть вначале общество охотников-собирателей, затем древние цивилизации, потом промышленная революция, и вот сейчас движение идет к цивилизации, к сетевой. И он говорит о том, что каждому периоду соответствует определенный тип организаций. Организации бюрократические, такие сильно централизованные и замкнутые на одном лидере. Организации, где один лидер может контролировать 7-8 человек. Организации, где под этими 7-8 человеками все-таки есть команды какие-то, и такие уже прото-сетевые структуры и совсем сетевой мир. Но он, правда, говорит о том, что внутри вот такого представления об организациях все равно остаются какие-то неизменные процессы, типа торговых, военных и так далее. Ну вот, посмотрите, я, в общем, что попытался рассказать. В 20-е годы в Советском Союзе еще спорят о том, что организация это механизм или организм. В 48-м году Ноберт Виннер показывает организацию, которая похожа на человека и говорит, что у нее есть мозг, а Стефорд Берг говорит, что еще есть сердце. Затем Ликерт в 50-е годы вводит 4 типа отношений внутри организации. Затем Грейвс в 66-м году начинает теорию спиральной динамики. Дон Берг раскрашивает эти коды. Гаррет Морган в 86-м году вводит типы, которые я вам показывал. И вот 17 лет назад Кеннир Барьян рисует таймлайн эволюции организации. Выделяет 5 типов. И фиксирует, что эволюция двигается от иерархичных и авторитарных структур к гибридным и сетевым. Зачем это нужно знать? У меня 30 минут на стекло. Я задаю себе этот вопрос. Можно я на него отвечу? В первую очередь это нужно знать для того, чтобы понимать, куда движется рынок. То есть куда можно развивать организации. В общем, у меня здесь есть пару слайдов, как их развивать. И я хотел показать вам, что то, о чем рассказывал нам Андрей, это наиболее эффективный способ. То есть то, как раньше представляли организации и описывали их в языке словами, конечно, должно уйти в прошлое. То есть люди должны начинать рисовать свои организации. Вот я показываю один из первых примеров, как была нарисована орг структура предприятия крупного железнодорожного. Это 1854 год. Здесь вот на самом деле диаграмма Ленинского совещания. Значит, революционеры имели под собой мощнейшую теорию организационную. Они рисовали орг структуры. Занимался этим Керженцев Пётр Блатонов, извините, который стал потом председателем правительства. Ну вот организации и так выглядят. И, собственно, и как диаграммы ГАНТ их можно рисовать, и как процессы. Это вот польский один системолог сейчас сделал вот такой слайд, как должна бы выглядеть организация схематично. Ну а почему мы этим всем занимаемся? Потому что сложность, которой находятся сейчас организации, стратегии, которыми они занимаются, они не могут быть описаны вообще в этих талмудах, которые дают консультанты. То есть посмотрите, это на самом деле реальный как бы плакат. Это форсайт компании, которая занимается полетами в космос. То есть они расписали на 100 лет свою стратегию. Это невозможно описать словами, это можно только нарисовать и увидеть. Ну, я обычно говорю, что как бы хочу себе еще два вопроса задать. Значит, а сколько нужно рисовать? То есть вот обычно говорят, а сколько надо тренироваться, сколько можно рисовать? Я говорю, а вот чтобы сыграть вот такую сложную мелодию, сколько должен репетировать оркестр? Можно ли сравнить организацию с оркестром, которая должна сыграть хорошо, по нотам, вместе, слаженно и получить готовый гармоничный такой продукт, который понравится слушателям? Вот они долго репетиты. И если сравнивать организацию с командой, с футбольной, я, кстати, у Стефорда Бира тоже видел такой рисунок футбольного поля. Это мой, у него другой. То футболистам тоже расписывают стратегии на поле не словами. Им тоже рисуют эти стратегии. Ну, по сути дела, я для того рассказывал в начале о школе, потому что хотел показать слова Георгия Петровича о том, что мышление происходит на доске. То есть надо вынести представление об организации, о том, чем она занимается, на какую-то плоскость, на лист флипчарта. И тогда можно сказать, что мы, во-первых, разделили прошлое и будущее, и четко понимаем, какая у нас организация. И только после этого может появляться мышление. Ну, собственно, здесь про Шерлока Холмса, помните, у него есть чертоги разума. Вот в своей работе, в своей организации надо создавать такие чертоги разума, на которые можно посмотреть. Ну, спасибо большое! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...